Всем привет! Меня зовут Лиса и сегодня я нахожусь в Корее, в городе Сеул. Сегодня вместе с вами я хочу провести целый день вместе. Давайте сегодня вместе будем ходить по магазинам, будем пробовать местную еду, как уличную, так и в еду в ресторане. Будем ходить по всевозможным классным локациям, которые находятся в этом замечательном городе. И вообще посмотрим, что тут к чему. Я только что проснулась и прям с этой минуты я хочу начать вместе с вами проживать этот день. Обязательно подписывайся на мой канал, прежде чем мы приступим. Тык, включай себе удовление о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И давайте уже поедем, потому что я хочу почистить зубы. Ах да, ее, кстати, Лиса зовут. Ну, как-то так. Своё утро я начинаю с того, что я иду в ванну. Кстати, после того, как я сделала всю мою утреннюю рутину, я обязательно покажу вам вообще, как выглядит наш номер и наш вид из окна, потому что он просто потрясающий. Пойдите в ванну. Здесь, кстати, сенсорное освещение. Если я сейчас отсюда иду, лампа выключится. Или нет? Почему, когда тебе это нужно, это не происходит? Да выключи все же. Во, 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 вы видели, видели? Это корейская особая магия. Заходим в уборную. Ле Толкан. Как-то так все выглядит. В самом начале моего дня, естественно, мне нужно почистить зубы, сделать мои умывания, принять душ, высушить волосы, накраситься, что-нибудь перекусить. И после этого можно ехать по делам. Встаем, а я сказала, не чужая. Сейчас. Надо будет умыться, высушить волосы, подумать всегда тема того, какой буду укладку делать. Если честно, очень хочется, чтобы попейте или перекусить перед тем, как мы выйдем на улицу. Кстати, у меня есть тут анигири. Даже с детективом Пикачу. Сейчас надо выбрать какие-нибудь из них и съесть. Тут у меня есть тунец с майонезом и жареная курица в соусе черри. Что мне выбрать? Тунец. Хорошо. Лососной тунца это не всегда хорошая идея. Съем. И в качестве напитка тут, короче, смотрите, что у меня есть. У меня здесь есть вот такое вот питьевое желе. Я думаю, я на нем остановлюсь. Потом здесь есть какая-то сода. И напиток из сакуры. Блин, даже не знаю, что попробовать. С одной стороны, это я уже пила, оно было вкусное, но вот это я не пила. Я без понятия, как оно. Что мне выбрать? Ладно, возьму это. Мишка, не сегодня. Пойдемте делать макияж. Кстати, оцените вид из окна. Посмотрите, какая тут красота. Прям хорошо. И окно большое. Удобно краситься и кушать. Макияж я начинаю с SPF крема. Как вы знаете, для меня это просто моя повседневная рутина. Каждый день, в зависимости от того, где я нахожусь и что делаю, я использую SPF крем. Потом хочу нанести патчи под глаза. Как-то так. Вот пока как раз крем сохнет, попробую мой напиток. Это очень странно и ни на что не похоже. И на вишню тоже. Очень странно. Я даже не могу описать, на что похоже. Это вкусно, но это клево. Вот так вот выглядит. Если увидите где-нибудь, не знаю, у себя в стране или когда поедете куда-нибудь на отдых в Азию, опробуйте вот этот напиток, потому что он супер странный и прикольный. И теперь о нигере. Блин, о нигере очень вкусный. Тут я делаю очень простой макияж. Начну с макияжа глаз, использую оранжевые тени. Растушу их на складку верхнего века, прямо вот сюда вот. На этом можно сказать, что мой макияж глаз закончен, потому что теперь я реально только прокрашу ресницы. Дальше нанесу тон, румяна, и все. Я тут не особо сильно запариваюсь, потому что есть такой классный воздух, здесь такой классный климат, что у тебя постоянно кожа выглядит очень напитанной и здоровской, поэтому здесь кроме как туши ничего особо и не надо. Ну, как-то так. Готова моя укладочка. Сейчас я его доведу до идеала. Немного расчешу-залачу. Дальше будем выбирать с вами одежду и отправимся на поиски сегодняшних приключений. Вот одежда, которую я выбрала себе сегодня. Осталось только подобрать к этому луку носки. Да. Зацените, какие я купила у себя носки тут вчера. Ну, в принципе, здесь все достаточно очевидно, так как у меня из-за странных элементов только желтая, а желтого у меня ничего нет, я оставлю белые носки с белыми кроссами. Мне кажется, будет нормально. А это пока оставим до лучших времен. Да, ребята, я уже успела накупить вся всякой фигни с БТ-21. Я одеваюсь, не смотрите. Ну, что же сказать. Наш путь начинается отсюда. Он кланяется, если вы не понимаете. Просто он стоит спиной. Но спереди он тоже есть. Ничего необычного. Обычная анатомическая фигура мужчины. Взрослого мужчины. Сейчас мы идем на нашу торговую улицу. Будем там шопиться. И надо поесть, потому что я хочу есть. А нигерия, это, конечно, хорошо. Но не настолько хорошо, чтобы я целый день была сытая. А потом мы вернемся в номер, закинем вещи, которые мы нашопим. Если мы вообще хоть что-нибудь нашопим. И поедем и шопим в магазин. Смотрите, короче, я дома. Обычно очень часто пользуюсь вот этими штуками. И тут цена за весь комплект 19 500 йен. Но это чуть больше 1000 рублей. А у нас такая стоит в районе 700-800 рублей. А тут целый комплект из такие деньги. Это выглядит прикольно. И вот это тоже. Видите, у них, кстати, очень много всего продается в комплектах. А это от Москвы на коллаборацию. Что-то зайдем, посмотрим, что тут есть. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Появился у меня новый чехол. Короче, у меня такая проблема, что мой чехол вчера протек. А там была какая-то вонючая масляная жидкость. И я до сих пор ей воняю. Поэтому, в общем, у меня у нас новый чехол. Вот, и я хотела это. Вот сейчас возьму вот эту вот одну, и у меня тут целых две в подарок. Так что пойдете оплатить. И вот этот вот медведь, короче, видите, да, его? Там стоит специально обученный человек, который вас фотографирует. То есть, если вы без партнера, или если вы хотите сделать фотку вдвоем, вы подходите, дайте ему свой телефон, и он делает вам фотку. Потому что в нее он уже сделал. Ну, короче, тут эта косметика стоит сильно дешевле, чем, например, на том же ebay, откуда я покупала. Потому что тут кушен, вот он, он стоит в районе 1600 рублей, а на ebay они продаются где-то долларов по 40-60. Так, не надо тут сбивать аппетит, кушать, мы будем попозже, а то опять же раз захочу сейчас. Короче, я ездила на магазин, куда я очень хотела прийти, потому что я видела безумное большое количество фотографий о нем в инстаграме. Давайте, чтобы мы его попалим. Субтитры сделал DimaTorzok Так, мы были вынуждены вернуться в номер, потому что наши сумки были нереально тяжелые. Но посмотрите только на один комплект этих масок. Да этими масками убить нафиг можно. И, кажется, меня убило. Вот что я купила в этом магазине. Смотрите, какие вещи. На самом деле, если честно, я думаю, что, может быть, есть смысл снять видео с распаковками моих посылок, моих покупок из Кореи, потому что вещей объективно много. Если я буду вам сейчас все показывать, что мы за этот день скупили, ну, просто этого видео не хватит. Так что напишите ваше мнение. В общем, что я хочу вам сказать. Я решила переодеться. Как раз-таки я одела ту кофточку, которую я покупала, и топик. И то, что я сейчас вам покажу, наверное, вас шокирует. Потому что... Ну, как бы вам это сказать? Ну, короче, я не знаю. Вы сами все видите. Как из нулевого размера сделать. Какой мне сейчас пятый? Учитесь. Лайфхак. Приезжайте в Корею, покупайте вот этот топик в том розовом кислотном магазине, и вуаля, вы сексуальны. Знаете, на что я обратила внимание? В Сеуле можно встретить две вещи, которые будут вас буквально преследовать и встречаться на каждом шагу. Первая вещь это BTS и Blackpink. BTS и Blackpink тут просто... Вот они везде. Ты идешь мимо магазинов, и там будет играть или Blackpink, или BTS. Очень редко что-то другое. Вот серьезно. И вторая вещь, которая меня реально шокировала, это Starbucks. Его здесь настолько много, что пипец просто. Такое ощущение, как будто здесь только Starbucks есть. Давайте зайдем в Starbucks и посмотрим, что там и как. Ой, выбор меню тут очень сильно отличается от нашего. Смотрите, тут совсем другие напитки. Например, есть даже сок из авокадо, и есть черный чай латте. Да, я взяла вот этот самый чай, и это оказалось очень вкусно, просто ням. Дальше наш день протекает здесь. Где-то здесь, спросите вы. А я вам отвечу, что сейчас мы пришли в замок. Оценить, насколько здесь все красиво. Это, как минимум, то, что ты видишь сразу после того, как ты заходишь. Невероятно красивые цветочки, невероятно красивые ворота. Короче говоря, честно, я пока еще совсем не знаю, что здесь будет, а что здесь не будет. Просто предлагаю вместе прогуляться, посмотреть виды и оценить. А вы напишите, нравится вам вообще, не знаю, путешествия и экскурсии по такому роду местам, или вам больше все-таки интересен шоппинг и жрачка. Все любят жрать, я люблю. Это стол или что-нибудь? Да, это какой-то стол, но я, честно, не понимаю, что это за место. Может, тут чайницы рюма не проходили. Ничего не написано. А хотелось бы знать, что это за место. А это комната с покоями принца. Вот так вот все это выглядело снаружи и внутри. Так, мы пришли в корейский ресторан. Сейчас мы будем есть гриль. Вот специальная грильница, сюда будут класть мясо. И мы будем его кушать. Но надо выбрать, короче, то, что мы будем жрать сегодня. Оказывается, сами того не ведая, мы пришли в ресторан, где была лиса из Blackpink. Представляете, вот у нее даже тут висит вот на этой вот свинюшке ее автограф и надписи. И другие кей-поп-звезды тоже тут были, но других, к сожалению, я не могу определить. Нам только что принесли закуски. Это закуски, а им нужно уесться так, что ты потом мясо зажрать не захочешь. Сейчас мы пришли к кафе, где находятся кенгуру, еноты, коты, сурикаты и какие-то еще животные. Не, по-моему, еноты, точно не помню. Вот это так выглядит. Сейчас мы сюда направляемся. И я буду рассказать вам, что и так. У меня уже было бы тысячи неподобных, так сказать, кафе. Это формально, потому что там не едят, не пьют. Но что такое кафе с кенгуру, я не знаю. И вы не знаете. Так что, пойдем. Тут реально какой-то безумие. Тут вообще происходит, я не понимаю, но здесь очень круто просто. И тут вообще не пахнет. Ну, в смысле, кошачье животное кафе. Просто идеальное место. Молодцы, реально. В Корее есть очень вкусная одна штука. Вот так вот она выглядит. Это похоже на дошик наш обыкновенный. Но это не дошик, это рис. Рис уже готовый, вареный. Все, добавила. И теперь просто-напросто заливаю все это добро кипяточком. Просто безумно вкусно. Знаете, если бы мне такой супчик принесли бы в ресторане, я не знала, что он из банки, из вот этой. Я бы никогда в жизни не подумала, что это какой-то суп, блин, быстрого приготовления, потому что это просто божественно. Я купила сегодня крем. Вы видели в начале видео. Просто зацените эту кабайку. Что за маленькая няша такая нигдеется тут? Маленькие пузырчики, которые начинают образовываться на моем лице, очень его сильно щекотят. Щекотят, да, все правильно. И это весьма непривычное, но одновременно приятное ощущение. Ладно, посижу с этой пенистовой маской. Да хватит ржать уже! Я уже ржу на щекотят. Ну вот это нам на проб, блядь. Щекотят. Щекотят. По-моему, пенистовая эта маска уже почти что от пенистовалась. Ну, как-то так. Прошел мой день. Конечно же, я не буду ложиться спать в шортах, в футболке, но вам этого лучше уже не видеть, знаете ли. В общем, все было как-то так. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайки, лоис, классики, пальцы вверх, как угодно. Обязательно, конечно, пишите, кто ваш бьес из групп BTS, ну или из каких-то других групп. И всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока! До новых встреч!